Приветствую вас! Позвольте дать вам свой ответ с точки зрения профессиональной психотерапии. Во-первых, сразу хочется сказать, что возможно всё. И, конечно, в теории есть возможность того, что мужчина на самом деле всё переосмыслил. В теории есть возможность того, что как бы мужчина действительно начал воспринимать вас по-другому. Но! Такая вероятность очень мала, в силу того, что им внутрь 30 лет, то есть как бы очень маленькая вероятность. Вероятность есть, но она маленькая. На самом деле, я бы даже сказал, что вот этот сам вопрос об остановке, сам вопрос о возможности, он уже задан не так, достаточно, знаете, с погрешностями. Как бы, потому что, ну, ничего нет невозможного и возможного в мире человеческих отношений, да. То есть всё возможно и одновременно всё невозможно. И возможно то, что происходит, а невозможно то, что не происходит. Но узнать, что произойдёт, а что не произойдёт, мы не можем. Поэтому вот и сами подумайте, можно ли говорить о возможности чего-либо или нет. Дальше. Вы пишите, лето меня встречалось с парнем. Ну, вы меня, конечно, извините, аноним, но парень 30 лет как-то весьма сомнительный. Я больше поверил, что вы встречались с мыши и с мышиной. Вернее, для меня это были отношения, а он называл это общением. У нас всё было как у пары. Общение, секс даже приходил ко мне пару раз на море. Ну, общение, секс и прилёты это всё-таки не отношения как у пары. Отношение как у пары это всё-таки взаимная забота друг о друге, я бы сказал. Познакомим с друзьями, опять же, это не общение как у пары. Общение у пары это взаимная ответственность друг за друга и забота. То есть, вы говорите, что для вас это были отношения, ну, по сути, как бы, свидетельствует о том, что вы отказываетесь принимать реальность. Я, с другой стороны, не знаю, сразу ли он вам сказал, что это общение или нет, но если он вам сразу сказал общение, и вы проигнорировали это, продолжая надеяться на то, что это отношения, и поверили в то, что это отношения, а после мучили, что это явное избегание реальности и самой себя. Дальше, значит, так, познакомим с друзьями и на ответ не хотел брать ответственность на звать меня девушка. А какое для вас это имеет значение в 21 год, что вас не хотят называть девушкой и брать ответственность? То есть, как бы, опять же, в 21 год вам, ну, мне представляются более важны и другие цели, такие, как карьера, личностный рост, развитие и прочее, прочее, прочее. В конце концов, я почувствовал себя унизительно. В чем вы почувствовали себя унизительно? То есть, понимаете, вот здесь наручена одна из, ну, одна из важных, одна из важных причинно-следственных связей, я бы сказал. Ну, то есть, если мужчина сразу сказал, что это общение, то непонятно, почему вы почувствовали себя унизительно, ибо он сразу, ну, как бы, раскрыл карту. Если он сказал это после, и вы почувствовали себя унизительно, то... Тут я могу вас понять, и то, что вы его послали, это был, в общем-то, естественный, как бы, ну, естественный поступок. Но! Далее вы переносите ответственность себя на него и говорите, что он меня возвращал и сказал, я готов сделать все, подарки, ухаживание, что хочешь, но пока мне не нужны серьезные отношения. И тут непонятно, что то ли вы приняли это, то ли нет. Если приняли, то что изменилось потом, что вы его послали? Если, если вы его сразу послали, то почему написали потом? Вот. Ну, то есть, тут, опять же, непонятно. То есть, такое ощущение, что вы напряжь игнорируете то, что мужчина вам говорит, мне не нужны серьезные отношения. Дальше. Значит, вы пишите, он придался за что-то, но я уже принял решение. То есть, опять же, непонятно, было ли у вас что-то общее с этой мужчиной перед тем, как начались отношения или нет. Насколько вы знали друг друга именно как человек человека, тоже не ясно. Дальше. В следующий месяц с сентября я жутко мучаюсь, думаю только о нем. А вот это уже признак зависимости. То есть, если вы думаете только о нем, это зависимость. То есть, он вам стал очень важен, и с ним у вас стали связаны ваши собственные личные желания. Косвенно это говорит о том, что своих собственных целей и жизненных ориентиров у вас нет. Либо недостаточно важных. То есть, вы не чувствуете себя, не чувствуете, куда вы идете по жизни. И тут он резко поздравляет меня с новым годом, потом через неделю я сама первая написала, зачем. Сегодня он звонил, мы болтали, сейчас опять же, для чего, в каком контексте. Сказал, что хочет увидеть меня, и чтобы я ему завтра написала, как освобожился. Вопрос. Он просто хочет легкого секса? Аноним. А откуда может психолог это знать? Чего он хочет? Мог ли он переосмыслить все, если шанс начаться с нуля и серьезно? Нет. С нуля точно ничего найдет не получится, потому что вы люди с уже приобретенным опытом. Значит, серьезно, да, вероятность есть, если вы, например, не будете такой легко доступны в плане секса, как раньше. Стоит ли ему написать завтра? Зависит от того, что вы хотите. Если вы ожидаете серьезных отношений, развития серьезных отношений, то, наверное, не стоит, потому что есть большая вероятность, что он вам этого не даст. Если вы просто хотите провести время с человеком, или хотите секса, тоже так же, как и он, но при этом понимаете, что ни к чему не обязывает этот секс, то можно написать. Или же пусть сам настаивает на встрече. Опять же, все зависит от того, что вы хотите. Мне 21, ему 30. Разница в 9 лет довольно большая. Как правило, с профессиональной точки зрения, это означает проблемы в детско-родительских отношениях. То есть вы в нем отчасти можете увидеть семью. Косвенно на это указывает и то, что вы мучаетесь очень сильно все эти месяцы. С сентября, с сентября. То есть это достаточно долгий период, кстати. А он всегда говорил, что якобы для взрослого мужчины серьезные отношения, это когда уже думаешь о совместном будущем и т.д. Но я считаю тупая отмазка и полный бред. А по какой причине вы так считаете? То есть взяли и обесценили то, что вам мужчина высказал. На каком основании обесценили? О каком безусловном принятии партнера может идти здесь речь? И соответственно о любви. Для меня, если честно, загадка. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой такой по скриптум. Я бы вот как профессиональный психолог обратил бы ваше внимание на то, что вы мучаетесь. То есть с точки зрения психотерапии обратить внимание именно нужно на то, что вы мучаетесь. То есть вы тяжело переживаете расставание с мужчиной. Хотя по сути серьезных отношений не было. Также косвенно я бы еще запрямил тему того, что вы чувствуете себя унизительно. Потому что унизить человека на самом деле не может никто. А вот он сам себя вполне запросто. Поэтому с этим тоже нужно поработать. Возможно после того, как данные аспекты будут разобраны и вы станете более независимы, вы сможете уже устраивать отношения с этим и другими мужчинами более, так сказать, независимы. И соответственно станете более привлекательны для них в качестве партнеров. Также не стоит исключать и факт того, что любой мужчина это охотник, завыватель, к сожалению. И если он вдруг почувствует, что вы доступны, то вы ставите его перед соблазном вас использовать. Может быть он вас и не будет использовать, но может быть и будет. И вопрос в том, хотите ли вы это проверить. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.